здравствуйте у микрофона михаил шахназаров 178 выпуск на канале шах и мат практически 68 тысяч подписчиков ну что у нас 3 января кто если кто-то забыл то воскресенье снежный вчера балденек такой хороший что я могу сказать вечер вчера выдался знаете такой вискарно-валидольным но так как виски мне никто не наливает валидол я не пью то было тяжело сборная россии по хоккею молодежная играла со сборной германии 2 1 закончился матч в нашу пользу было временами очень тревожно и тяжело смотреть да ну нам надо поработать над игровой дисциплины и над бросками ребят поздравляю с победой в полуфинале надо биться посередине тут еще значит ну что заметить играли ребята началась игра в 10.00 в адмантоне в 10.00 я имею ввиду 10.00 утра организм в это время еще спит я понимаю реклама во время трансляции так далее но пожалейте пацанов пожалейте их организм и нельзя так над ними издеваться в 10 утра игры на таких турнирах начинаться не должны еще хорошая новость одна александр большунов берет пи первое место на начата гонки тур-дески 15 километров просто красавчик значит и что у нас еще на тур-дески у нас третье место занял тоже наш спортсмен иван якимушкин третье место иван якимушка грустная новость грустная новость ушел из жизни владимир коренев которого мы помним по роли ихтиандра красавчик в возрасте 80 лет ну что можно сказать яркая красивая жизнь это не штамп это действительно правда царствие небесное большому актеру хорошему человеку о нем отзываются именно так грустно давайте актерскую тему продолжим а михков вы же помните фильм который в принципе то забыть наверное и нельзя на андрей михков сказал что нельзя показывать фильм иронии судьбы ли с легким паром каждый год почему нельзя потому что зрителю может надо есть вот это я объясню мне кажется почему михков не хочет вот лицезреть себя каждый год на экране телевизоров в день 31 декабря меня на на многие не поддерживают но на мой взгляд это одна из слабейших роли актера вот именно этот дженни лукашин в состоянии алкогольного опьянения он никак не тянет на состояние алкогольного опьянения все что же мастерство знаете сыграть человека который в неменозе и у меня тоже не получается нихера но тем не менее ну мне так кажется но михков сказал не надо каждый год покажется да и ладно значит от кинематографа мы переходим к китаю мид китая заявил что пандемия к вид 19 могла начаться в список по всему миру пандемия коронавируса могла начаться со длинным список а заболевания сразу в нескольких странах считает глава китайского мид ван и ван и все точки над и ван и расставили он заявил что китай оперативно начал эпидемиологическое расследование пантергена в народу все информации к вид 19 а я конечно не склонен верить господину ван и потому как уверен что всю историю с пандемией придумали и воплотили именно китайцы и никто меня в обратном не переубедит но что-то как-то они начали знать когда человек не прав и начинает разъяснять вот да мы значит всеми силами и так далее но кстати не отстаёмся знать вчера заявили что на значит сайте госуслуг можно получить паспорт к видны то есть мы пошли по пути вот этой цифровизационной кабалы мы теперь начнем есть паспорт к видны блять да ты ж свой парень ты посмотри тебе все врата нету к видного паспорта нахуй быстро давай все уходи в общем-то эта история отвратительного с этими паспортами это чистой воды дискриминации и никто меня не убедит в обратном так на портале госуслуг ну что у нас еще здесь за ножки а вот новый год то начался выборском районе а он в ленинградской области находится криминальная столица можно сказать рядом нашли тело бизнесмена с огнестрельным ранением головы гранатой без щеки под ногой блять мало того что грохнули так еще и взяли заминировали нормально но коммерс до этого отличился он ночью 1 января подъехал на автомобиле бмв стоянки строительной техники около поселка симагина грохнул из автомата калашникова несколько очередей по эскаватору после чего бросил туда гранату взорвалась она и он скрылся и вот его обнаружили значит при осмотре тела и машины были найдены автомат калашникова автомата кс-74 охотничий карабин сайга фрагменты гранаты f1 более 800 патронов различного калибра ну учитывая что эскаватор присутствует стройка новости строительного бизнеса санкт-петербурга ну не разрезали чувака на части не распилили мне то спасибо правильно я думаю что правильно идем дальше что там у нас дальше ну во франции новый год справили не знаю там гранаты на бросали нет значит во франции неизвестные сожгли восемьсот шестьдесят один автомобиль причем на эти они не фигурировали эти цифры в релизе мвд потому как голова ведомства жераль дерманен сказал не надо он отправил префектом письма не надо а знаете почему не надо не просто для того чтобы скрыть да вот этот ущерб который она причиняют франции эти угольки да и там и прочее вот идет а чтобы избежать любых элементов соревнования по числу поджогов вы принимает понимаете вот снежки это русская народная забава катание с горки обезьян подожги автомобиль нормально я думаю что ненормально но это ж только начало да конечно страховые компании я представляю как они на рвут волосы на своих жопах но поздно поздно нужно было раньше головой думать идем дальше вот эта новость вот это всем новостям новость оказывается оказывается данные о передвижениях о передвижениях о передвижениях кортежи первых лиц государства передавались водителям знаете где вот сапе в менеджере ватсап да а если кто не знает я напомню вот этот мессенджер простите мессенджер ватсап он является собственностью марика цукерберга то есть собственностью центрального разведывательного управления вы можете себе представить и вот эти данные вот я значит читаю источник рассказал что вся диспетчеризация автотранспорт и оперативная связь водителями управления делаем президента рф осуществляется тоже через ватсап именно через ватсап водителям гослимузинов дают команду куда и во сколько надо подъехать за чиновником или сбрасывают шофера сразу график на день учитывая что 90 процентов машин закреплены за конкретными чиновниками то не выходя из кабинета в штатах могут наблюдать за передвижениями наших первых лиц это простите охуеть вы помните вы же не вы слышите почему помните вы же слышите как у нас возмущаются ах подонок бакатин который в девяносто первом отдал американцам схемы прослушки в американском посольстве ах он негодяй и подлюг а вот вполне официально в телефонах людей которые имеют прямой доступ к первым лицам государства есть американская прослушка официальная прослушка американская и здесь два варианта либо те кто об этом знал и позволял пользоваться ватсапом этим ребятам идиоты либо они работают на штат третьего не дано ну никак не дано третьего до уволен драганов глава гибдд оказывается 20 ноября он был еще уволен а только сейчас это стало значит известно нам стало достоянием гласность интересно какие у нас еще гусс секреты передаются вполне легально и официально в штаты а чего в фейсбуке не переписывались прям в комментариях к постам там президент поехал куда поехал и пишешь знаешь что еще удивило я понимаю что надоел этот персонаж это животное бажана рынска но вот она написала об этом то есть репостного в телеграм-канале а потом написала следующее вот эта молодая мать которая отправила бывшего муженька на тот свет она написала к предыдущему посту вот именно об этой прослушке жаль что никто этими данными не воспользовался такой шанс проебали буженина слова глагол проебали он на хорош только в отношении вас вы понимаете о чем но если вы желаете смерти главе государства то как-то странно что вам еще не занялись следственные органы и не только следственные я уже повторяю я за что болею за ребенка которого этому животному выходила суррогатная мать за маленькую девочку которая находится рядом с психически нездоровой женщины не дай бог что произойдет те кто знал об этой ситуации их будет мучить совесть я не думаю вот честно но за такие вещи наказывать надо так что там у нас еще хороший пост был сейчас я вам скажу у сенатора сей пушкова ведущего программы по скрипту а щелкунчики в штатах решили что постановка щелкунчика она носит какие-то расистские элементы вот смотрите расистские элементы что значит китайские танцоры их лица на как-то на сцене не понравились вот этому на постановщику что будут перекраивать это все что щелкунчик должен быть черным ну чё там с ума блять совсем по сходили челкунчик черный да я не против принципе если угольки будут орехи мне щелкать но вот зачем это все так тиражировать по всему миру может вы как-то замкнетесь на самом деле оградите себя там колючей проволокой и будете деградировать по полной в одиночестве так что там у нас осталось там осталось у нас ну что там на это как к сожалению в эстонии ничего вам теряя то снова яху в эстонии нихуя не происходит а вот в латвии очень но это наши соседи знаете как латвия вошла в европейский топ-3 по числю порно звезд на душу населения ну а как вы думали хули там знаете как вот и смотрите значит а в латвии да в тварь раз больше порно звезд чем в россии население россии 140 миллионов население латвии где-то миллион двести миллион триста представляете какая а польшу мы вообще переплюнули то есть но не 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 мы блять латвии 16 раз переплюнули и знали вот мне кажется это порно звезд это это такое отражение реальности до происходящего стране да ну тем они занимаются данна там орально-кожаные вот эти вот надо какие-то инсинуации всякие да рано стоят там на вот эти колено-локтевая поза часто их там используют так угнетают блять хлеща там нету да плотками хлещу данного ручниками прикол тут полный пиздец это вот и и вот то что происходит стране вот именно да она позиционируется на выбор профессии этими девушками я могу сказать тесно я сейчас не шучу да у меня назначить а есть рукаврики который синился на порно звезде у них трое детей приказывают ну правда когда узнала ее просто мучить на хуй не застрелившим тоже дробей может сознание как составушка выбрали это надо смотреть раз фото со того такти что здесь у тебя в рот это же не чупа-чупс у тебя там ты понимаешь это не кока-колу ты тут это вот поэтому как то вот так ну что с одной стороны перепишут достижение хорошее латвийские девушки интернет-пользователи больше всего чем другие цены то есть ну писите как есть дрочит на латвийских девушек больше чем на другие с другой спросом называем в довольно стабильной области искусства как что я считаю что порно это очень большой кино у нас есть но не будем как говорится углубляться до их у с вами но не с ними будем бить новые рекорды на по в этом бизнесе ну грустно да конечно с одной стороны грустно с другой девчонки зарабатывают в латвии работы нет зарабатывают как могут микрофона был михаил шахназаров ставьте лайки оставляйте комментарии подписывайтесь на кота костяна на сашу обязательно на изоленту сегодня в 1100 мы стули кузичу true татаринковым и пейте лидовым с зажжем на савани че обязательно телеграм-канал не малахов они в youtube пока не вышли но я девчонкам посоветовал ну что спасибо до скорых встреч спасибо 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 спасибо